Добрый день, господин посол. Добрый день. Спасибо большое за возможность ответить на вопросы Международного радио Беларусь. Словакия – страна близкая по менталитету, по духу, по культуре Беларуси. И в этом году 25 лет, как вы, стали независимым государством. И страна, которая одной из первых вступила в еврозону, ввела евро. И, тем не менее, проводит многовекторную внешнюю политику, при этом отстаивает национальные интересы. В этом, я думаю, что во многом мы схожи. Приоритеты вашей страны в 2018 году какие и какое место Беларусь среди этих приоритетов занимает? Да, мы похожи и действительно как-то пересекаемся и с точки зрения исторического возникновения, как самостоятельных государств и с точки зрения интересов, которые важны как для нас, так и для вас. Но если конкретно говорить про наши интересы, в 2018 году действительно какой-то самой важной работой для нас будет усиление, ревитализация, обновление Евросоюза. Вы знаете, что есть проблемы у нас в развитии. И мы достигли определенный этап. Я хочу подчеркнуть, что это пример хорошего общежития для нескольких или много даже, 27 или 28, если возьмем Грек-Бриттен, государств, которые создали это сообщество. И это проект, который правильный, который удался. А если возьмем, например, такой принципиальный вопрос, как мир, в пространстве Евросоюза, Европе, это тоже заслуга Евросоюза, как международное сообщество. Ну, пришел определенный этап, когда накопили изобретенные проблемы, была такая квантифицированная этапа, когда вошло много новых государств, особенно в Восточной Европе. Это тоже правильный шаг, потому что надо втягивать эти страны, сообщества, которые имеют ценности, традиции, и которые, и самое важное в этом, облегчают жизнь и население стран. Передвигаться людям, передвигаться капиталу, товарам, не стоять в пробках на границах многих стран и терять дни, недели, это великолепное достижение. И если многие сейчас критикуют Евросоюз за некоторые недостатки, недоработки, ну да, это право каждого. Но если кто-то ничего не делает, так и не ошибается. И в нашем развитии, как в Евросоюзе, есть ошибки, есть недоработки. Мы сделали такую глубокую себе рефлексию. И сейчас работаем на том, по какой программе, по какой дорожной карте работать дальше, чтобы вот это достояние и состояние нас всех, которые входят в Евросоюз, Еврозону, Шенген, чтобы оно продолжало и было еще более крепким и таким настоящим международным сообществом, которое выгодно и нужно для людей. Поэтому вот этот приоритет и Словакия, вы знаете, вы уже сказали, член Еврозоны, важно. Мы члены Шенгена, мы члены многих начинаний, которые сейчас ставятся на повестку дня. Энергетическая уния, банковая уния. Многие вопросы, которые надо усилить, особенно и что касается налоговой системы. И Словакия в том ядре, которое сказало Евросоюзу бить, так вопрос не может стоять, бить или не бить, бить. Но каждое государство, если у нас будет только 27, одна страна уходит, но это не значит, что мы должны, как воробья, когда стрелишь в них, и они разбегаются на все стороны. Нет, надо крепиться и надо это наше состояние сделать еще более выносливым, перспективным и выгодным для людей. А что касается внутренней политики, знаете, мы чувствуем, что реформы, которые были сделаны, они принципиально поставили наше государство как современное, как государство, которое имеет экономическую силу, которое уважает и в Европе, и в мире. Но мы одновременно знаем, что пришло к разделению, к социальному, даже, ну, неподходящему расслоению тоже между регионами. И вот это надо менять, потому что и люди в регионах, и отдельные социальные слои, классы, прослойки, они могут проявить определенное недовольство и даже показать палец осторожно, потому что мы хотим более справедливое, более социальное общество, которое будет нужно и акцептировано всем населением. Ну, в этом мы похожи, потому что Беларусь тоже справедливую социальную политику проводит, и руководство нашей страны, как и вашей. Но вы очень хорошо параллель провели Евросоюз с общежитием, в котором соседи разные, и есть много общего, общая кухня, предположим, общие границы, дороги, капитал. Но как вам удается проводить такую политику, чтобы национальность свою отстоять и при этом дружить со всеми соседями? И даже во все времена непростые с Евросоюзом у Беларуси. Вы опять протягивали всегда руку, и мы сотрудничали. В вашей этой реплике или дополнении есть несколько существенных вопросов или позиций. Они принципиальны, и я коротко отвечу на них. Да, но вы знаете, в чем уникальность Евросоюза? Это многообразие государств, это многообразие исторических развитий отдельных стран, это и создание совместных ценностей, моральных застоев. Многообразие – это всегда движение, многообразие – это всегда пассионарность, многообразие – это всегда что-то новое. Не надо бояться многообразия. Знаете, те политики или на национальном уровне, национально-государственном, или, например, в Евросоюзе, которые боятся многообразности и хотят под какую-то одну мунстру все сделать так и так, потому что это легко управлять и так дальше. Но вы потеряете ту прелесть, ту ценность, которая от каждого государства идет. Словакия по природе, да, по ландшафту – это многообразная страна. Горы, ущелья, леса, прекрасная природа, раввины и так дальше, и так дальше. Но именно этому славится Словакия. И каждая долина имеет свой диалект. Оно не мешает. Используйте у себя диалект, говорите, потому что там и культура, там и история. Но давайте из этого создаем ляльку, симфонию, а не какофонию. Так, чтобы каждый себя хорошо чувствовал. И действительно, вот после 1989 года, мы как-то нашли моду с Вивенди, который сделал и Словакии удобную, спокойную, стабильную страну. Конечно, и в парламенте, и мимо парламента, и политики, и разные группы населения и ругаются, и ведут споры. Но главное, чтобы эти споры были в интересах общего дела. А у нас есть результат. Словакия сейчас демократическая, современная страна. Она 30,6 десятых, до 4 будет в 2018 году, даже больше перспективы такие. Но это наш пример удался. То есть наш путь, наше вступление в небо международного европейского жития и глобального позитива. Поэтому мы не хотим навязывать свой способ, свой путь. Но то, что нам удалось хорошо сделать, давайте поделимся, и вы используйте свои условия. Вы делитесь с нами, господин посол. В прошлом году вы назвали 2017 год переломным в отношениях. Действительно, было много визитов. И ваш премьер приезжал к нам. Наш был в Словакии. В феврале ожидается вице-премьер по инновациям, информатизации. И, конечно, обсуждается всегда ряд совместных проектов и направлений для сотрудничества. Давайте назовем одни из самых важных, выгодных для Словакии и для Беларуси. Но в этом вы абсолютно правы, когда говорите, что 2016, да, и особенно 2017 год, это перелом в наших отношениях, особенно в политическом плане. Это, можно сказать, взрыв в этих отношениях. Потому что приезжал премьер наш два раза в Республику Беларусь. Ваш премьер сразу поехал к нам. Вице-премьеры, министры разных отраслей, председатели контрольных комитетов уже почти каждый месяц встречаются. Вроде бы, что там обмениваются опытом. Как надо контролировать финансы? Как надо коррупцию убирать? Как надо общество сделать более надежным и справедливым, чтобы люди его так и воспринимали? Это все нужные, очень важные направления, которые достигли высокого уровня. Но всегда в жизни есть противоречия. То есть высокий уровень политических отношений, межправительственных, межгосударственных, не говоря и гражданских, межпарламентских. И к этому надо снять это противоречие между таким взрывом в политике и немножко не так быстро и не так эффективно и результативно двигаться в торгово-экономическое отношение. Неплохие показатели. Мы пошли вверх в прошлом году, но нас это не удостовлетворяет. Потенциал и Республики Беларусь, и Словакии намного выше. Поэтому во время визита нашего президента на встрече с господином президентом, где я лично присутствовал, с премьер-министром, потом в Словакии, на межправительственной комиссии в октябре прошлого года в Словакии было сказано, надо определить основные приоритеты и по ним определить дорожную карту и работать целенаправленно, порядочно, дисциплинированно, с отдачей, с пассионарностью и с творческим подходом. Потому что, знаете, всегда можно, вот у нас и у вас есть вилоски бюрократизма и административного подхода. О, на бумаге. Все, подписали меборанда, подписали договоры. Все вроде картинка маслом, да? Но нет, нам надо, а сколько с этого реализовано в этом году? Где есть проблемы их решать? То есть мы должны быть не только политиками и дипломатами, которые пофилософствуем, поговорим вообще, нам надо быть прорабами и часто рабскими исполнителями, которые доводят каждый проект до реализации. Это в фармацевтике, это в энергетике, это в модернизации промышленности, это в сельском хозяйстве, это в деревообработке, это в науке и технике, в образовании, на исследовательском поле. То есть есть определенные проекты, я их могу всех назвать, например, но возьмем фармацевтика. Было создано совместное научно-исследовательское центро Бешенковичи, где? В Витебской области. В Витебской области. Я там уже десятки раз побивал. Это исследование и производство препаратов для тяжелоонкологических заболеваний. На ТВИТа это один субъект с вашей стороны, где соучредители Белоруссии, Литовцы, Индии и Словакии. И была выработанная программа исследовательских работ по этим препаратам. Сейчас решается вопрос финансирования, чтобы в этом году раскрутить на полную катушку вот этот центр. В этот центр он не просто центр исследовательской производства по лекарствам, это и кластер, где входят и фармацевтические структуры, то есть производственного характера, где входят исследовательские структуры, например, Биомед, Мартин или научно-образовательные структуры Витебский медицинский университет, онкологический институт, Александрова и другие. То есть создается такая вся структура, инфраструктура того, как по инновационным проектам работать. Но возьмем более конкретно вопрос. Нам, вам нужно довольно сильно модернизировать техническую базу базу вашего производства. Большинкова, то есть большиня. Конечно, сейчас некоторые финансовые затруднения, потому что был и кризис, это и у вас проявилось, и у нас, но я думаю, что в ближайшее время поставка нашей технологии для производства новых, современных и больших размеров шин сдвинется с места. Но кому, как не Словакии, делиться опытом в автомобилестроении, наверняка именно благодаря развитию этой сферы у вас тоже называют вашу экономику и словацким чудом, и тигром европейской экономики. Да, действительно, оно и так есть. Мы не очень то хвостаемся, поскромничаем немножко, но хочу сказать, что всегда, когда есть какой-то результат и стабильность, и перспективность развития нашей экономики и отдачи нашей экономики, это не можно сделать за один месяц, за полгода. Это надо готовить долгое определенное время. Смотрите, если мы в 98-м году, когда поменяли правительство, когда граждане на выборах сказали, кому бить, кому не бить у руля правительства, я тогда был лидер партии демократической левой, и мы создали широкую коалицию и сделали существенные фундаментальные изменения и конституции. Была сделана новелизация той конституции, которая была принята 1 сентября 1090-1092 года. Мы оздоровили банки существенно. Мы приняли 519, когда я был председателем парламента Словакии, пришлось и в ночью работать, и в воскресенье, и в субботу, и принять 519 фундаментальных законов, которые среформировали существенно нашу экономику, и которые создали наши условия и предпосылки адаптировать нашу экономику, все наше общество требованиям Евросоюза. Это огромная работа, это непопулярные шаги, но сейчас, конечно, уже результаты ясные, долгосрочные, это не конъюнктура, поэтому я думаю, что можно и эти вопросы наши изучать, надо обмениваться опытом, но вам их надо использовать в своих условиях, в своей экономике, в своей дорожной карте, своим видением, как быть обществом. Спасибо, что вы это понимаете. и цените опять-таки и наш путь развития экономики и общества, но вернемся мы к Витебской области, интерес Словакии был и к энергетике, ГЭС в этом регионе, и у вас есть опыт по развитию энергетических объектов, сейчас Беларусь строит атомную электростанцию, какова позиция вашей страны по этому вопросу? Да, тоже очень существенный вопрос, и он очень актуален, и с политической точки зрения, и с точки зрения безопасности, и реализации того направления, которое называется энергетика, которое на втором месте, и которое существенно для нас. Скажу, во-первых, Словакия выше 50 лет эксплуатирует атомную энергетику. У нас две атомные электростанции, Ясловская Богуница и Моховце, мы достраиваем третий и четвертый блок. Когда я был спикером парламента, в 2000 году мы открывали второй блок. Сейчас готовим, заканчиваем, достраиваем третий и четвертый блок. Мы хотим, чтобы ваши инженеры и ваши специалисты присутствовали на достройке этих двух блоков. Но что касается нашего опыта по отношению атомной электростанции новой под два блока под 1200, в принципе первые уже заканчиваются. Но сейчас надо поработать над вопросами безопасности, стресс-тестов, которые очень требовательны за стороны МАГАТЭ и других европейских структур по энергетике и атомной энергетике. наши специалисты предложили свое видение. Был подписан договор между ядерным надзором Республики Беларусь и Словакии. Разрабатываются уже конкретные шаги и договоры по нашей помощи, особенно при обеспечении безопасности и водоэксплуатации. Ваши студенты с БТУ присутствовали в Словакии, проходили практику. Будущие атомщики, да? Будущие атомщики нашей атомной электростанции. Великолепно, они высоко это оценивали. И наши специалисты, и генеральный директор, который сам их принимал и показывал, как работает реактор, как все это в жизни работает, они были восхищены заинтересованностью, подходом и образовательным уровнем ваших будущих инженеров-атомщиков. Что касается позиций, знаете, много шума, что касается атомной электростанции и за стороны Евросоюза и соседних стран. Я хочу сказать, какую электростанцию или ты будешь эти мельницы строить, которые на ветре поставлены, или ты построишь степель, или гидро, или на других альтернативных источниках. Это должно быть решение каждого государства. Вы имеете право, если вы решили, что вам нужно, я знаю, что нужно, с точки обслуживание обслуживание экономики и своего населения, но тоже электричество это всегда хороший товар. Если вы построите, если вы производите такой продукт, конечно, вы будете его продавать и зарабатывать денежки. любое государство, то, что у него есть хорошее, хочет, чтобы попало на рынок и продавать. Поэтому наша принципиальная позиция это ваше решение. Я уверен, что атомная электростанция на Островце будет работать, а наша задача с предложением, с проектами и конкретной работой сделать эту атомную электростанцию максимально безопасной, современной, и чтобы она стала не ссором между государствами, а чтобы она стала символом сотрудничества, потому что не только Словакия и Беларусь сейчас, а вы начинаете работать в атомной энергетике, но это и куча других стран, влиятельных целей и так дальше. Выгоду будут иметь все. И вы правильно здесь сказали, что это товар, но давайте перейдем может быть вот к таким товарным отношениям, которые сегодня есть между Словакией и Белоруссией. Я, заходя в магазины в Минске, вижу словацкий сыр в продаже, у нас есть, мы знаем бренды вашего пива, а вот у вас встречаются белорусские продукты, ну, на полях трактора наши, МТЗ, это понятно, все уже чешские заменили трактора наши, или еще осталось над чем поработать? Да, повысился экспорт ваших тракторов в Словакию, СМТЗ, и ваших комбайнов с Гомельмаш, у меня лично на ферме, потому что я посол, но если моя личная ферма по выращивание крупного рогатого скота, на мясо, мраморное мясо, белорусский трактор, и другие элементы сельско-хозяйственной техники, она простая, не надо с компьютером по хутору бегать, а можно просто и с просто губцами и отремонтировать, сделать, неубиваемые говорят, да, техника. Я не пашу, надо хорошую солярку туда закачивать и бережно обращаться с этой техникой. Так что вот не говоря о том, что если бы я хотел от имени своей семьи видеть самое прелестное и самое качественное, которое можно завидовать и в Словакии, и в Чехии, и в других странах Евросоюза, так это молочная продукция. Сметана это сметана, йогурт это йогурт и другие молочные продукты, сыры, масло. Мы на Рождество уезжали, мы десятый патчок масла везли, потому что мы уже привыкли на качественное масло. Яйца, вы знаете, голландские, белльгийские яйца, они что-то там напичкали или курицы, или бог знает еще, как они это хотели увеличить и ускорить. И получилось, что у нас перед Рождеством и в других странах кризис яйца. Словакия, когда всегда славилась хорошими курицами и яйцами, нам пришлось в машине таскать из Белоруссии где-то сто яиц, чтобы написать хорошие пироги, хлеба и так далее, и так далее, и так далее. Это не шутка, это просто факт. Знаете, мы в Словакии сделали ошибку, мы немножко подкачали, то есть, как бы, подогребли наше сельское хозяйство. Мы думали, что все, супермаркеты, все придет западом, все будет великолепно, и так дальше, и так дальше. Не все так просто. И Словакия принципиально поставила вопрос, что в другие страны из Франции из Бельгии яйца пойдут хорошие, а к нам какие-то третья или вторая какая-то сорта. И вопрос сейчас снова поставлен, чтобы снова обеспечить качественную продукцию мяса, такого и сякого, своей продукции. И Белоруссия в этом отношении сделала хорошо. Сельское хозяйство это всегда стратегическая вещь. И во время феудализма, и капитализма, и социализма, и снова капитализма всегда люди хотят хорошо покушать, но чтобы покушать хорошую натуральную пищу. Не говоря, знаете, в последнее время и на руки, и на ноги, и то, вашу косметику. Она натуральная. Честно вам скажу, она приятная мазать руки, ноги, лицо. Хорошая продукция. И мы ее покупаем и как подарок внесем в Словакию нашим близким, родственникам, чтобы они увидели, что не только Париж славится, а хорошая косметика. высокая оценка. Спасибо. А еще личный. В последнее время один костюм, четыре брюки, пять рубашек я купил белорусский. Натуральная, хорошая по шиту, качественная, подходит, и по размерам я же не такой громадина, как некоторые другие. и мне это нравится и я не боюсь, что может до конца своей миссии я буду одеваться, потому что и по материи, и по стилю, и по современности это хорошо. Я говорю об этом, это мой личный опыт, это моя жизнь здесь. Человек не может только по приему ходить и сидеть у себя в кабинете и философствовать. Он должен почувствовать сгуст жизни каждый день и на теле, и на думе, и на духе, и так дальше, и так дальше. Поэтому я хочу оценить многие продукты ваши, ну, а не говоря, Боже мой, вашей чистоте, культуре в дорожном движении, на переходах. Это в Москве я был послом, там с этим было потруднее, а иногда и в Словакии надо многим прийти здесь и научиться, как надо себе вести в парках, и чтобы чистота была, чтобы культурно, потому что чистота, порядочность, порядочность, а чистота ходит порядочность. Это всегда существенно важно для каждого отдельного человека и нации. Но и ваша страна и ваши люди, они тоже порядочные и очень скромные. Словакия, хотя о многом есть рассказать. Голубичий народ. Да, и белорусы такие же где-то. Но тем не менее, чтобы на личном опыте раскрыть страну, нужно туда приезжать. И все больше туристов получают визы через Словакию, едут к вам, это и горнолыжные центры, это и лечебницы, детские лагеря в горах опять же пользуются популярностью. Ну и сейчас мы без визы приглашаем 80 стран к себе в Минск на 5 дней. Вы, может, оценили, уже больше Словаков едут в Беларусь и куда нашим поехать к вам? Я день в неделю с недели в неделю больше и больше узнали. Некоторые ошибки сделали, поехали в Брест и вернули, потому что пока только через национальный аэропорт можно безвизов безвизовым способом попасть. И я уже откровенно и несколько раз сказал, если уже сделали этот шаг, ну скажите, для Словака, для поляка, для литовца, ну что ты будешь лететь из Литвы в Минск самолетом или из Варшавы, или через Львови. Это уже рядом. И Словакия съедут 2-3 человека на машину и они утром выехали, после обеда они здесь. Надо, чтобы и через остальные автомобильные так сказать переходы и другие можно было ходить. Я очень поприветствовал и то решение, которое по Брестской и Гродниевской области, что там уже на месяц, потому что многие наши, я уже когда был с нашим туроператором, так вы подумайте, друзья, Брест, приедем на автобусе или в Гродно, там прекрасная природа, там прекрасные памятики, истории, прочее, прочее. И потом посмотрите и потом снова оттуда вернитесь. Да? Это один момент. И вчера было такое совещание великое у президента по этим вопросам. Конечно, надо разобраться как с границей, как с переходами между Россией и Белоруссией. Нам, дипломатам, нельзя через Красную Горку попасть в Россию. Или нам надо через Украину или через Литву. Ну, ну как, мы же здесь работаем, мы регистрированы на 3-4 года. Как-то даже не по-человечески, не по-человечески. Так мы можем, конечно, через национальный аэропорт в Шереметьево или Домодедово или Внуково. Но если тебе надо по дороге заехать в Смоленск или еще в какой-то другой город, и ты командирок делаешь, потому что есть проекты, которые и между Словакией, Белоруссией и в том числе и России. Региональные, да. Так что ты будешь лететь в Москву потом 700 километров возвращаться обратно. Всегда, что касается виз, визовых вопросов надо смотреть, облегчает он жизнь человека, потому что и хорошее решение может создать такие трудности, такие неприятности и волокину, когда людей потом возвращают из границы обратно, а потом он злится, он больше никогда не пойду, это естественная реакция, поэтому вот то, а что касается Словакии, действительно, я вначале уже сказал, это многообразная страна, и озеро, и леса, и горнолыжные, и самые высокие горы маленького размера в Европе. Замки, зубры, у вас же даже зубры есть. видите, там, например, топольчанки там славятся таким лошадями, такой хорошей породой, которые славятся на весь мир, но в этих же топольчанках и зубр. Зубр европейский, который брат американского бизона. Я лично посещал уже несколько раз Белобейскую пущу, смотрел там, где выращивают или ховают эти ваши прекрасные зубри. Есть и общие, а есть и то. И я многим уже нашим приходите на рыбал в Республику Беларусь. Прекрасные озера, рыба, вода чистая, можно устроиться в домике, кто хочет Хилтон, пускай сидит в Хилтоне, а кто хочет в нормальной деревянской хате, пожалуйста, потому что ты же не идешь в свадебных нарядах, а идешь за удовольствием человеческого характера, половать рыбку, отдохнуть и себя свободно и прекрасно чувствовать. у словаков здесь проблем не будет с языком, потому что беларускую мову добро разумеют у словакии и наши люди могут ехать у словакию и размовлять по беларуску. Вот эти культурные стасунки, наши культурные связи, они у многим тревало развиваются и благодаря представникам вашего посольства и были посолы, и вы первые учаете беларускую мову, я веду, и студенты у словакии учаются так само беларускую мову наши словацкую тут учаются, и переклады были янки купалы в минулом годе, культурные проекты, они будут протягиваться? Да, смотрите, когда я готовился на миссию, я проходил курс обучения беларускому языку в Нитрианском университете, там постоял мама нашего сотрудника вас преподавала, да, так что мы с женой к ней ходили из Братиславии 100 километров для обучения, ну там обучаются на филологическом факультете и русский, беларусский язык, у студентов интерес хороший, я знаю всю группу, которая изучает на отдельных курсах словацкий язык в Белорусском государственном университете, прекрасные студенты, я им читал лекцию и встречались на таком специфическом нашем собрании встрече, нам нужен язык, потому что я думаю, что тенденция такая, что больше и больше беларуси будут проходить на свой беларусский язык. Это мод дозавр. Это нормально. И знаете, трудно найти иногда в Словакии после 25 лет мы чуть-чуть так повернулись слишком на запад, а пришлось подумать о бизнесе, о торговле, о культурной связи, о межгосударственном соцсетях. Надо знать языки того и другого государства. Трудно найти иногда переводчика, хорошего переводчика, поэтому тут надо расширять, углублять и я думаю, что это будет. То, что привели на словацкий язык, а кто там идёт, а кто там идёт к куполу, это великолепная вещь. Я уже вчера говорил, когда был вечер словацко-белорусской дружбы в Доме дружбы, что есть поэты ваши, которые могут перевести нашего знаменитого, великого писателя, поэта Павла Орсага Гвездослава, чтобы его перевели на белорусский язык. И ещё будут много культурных мероприятий, где будут присутствовать наши ансамбли. Мы сейчас в понедельник будем отмечать 25-летие возникания Словацкой Республики и 25-летие отношений. Это будет в театре символичный Янг Куполы, который был в Словакии, фотографии смотрят, где они ходили, с какими нашими знаменитыми поэтами встречались. Поэтому мы в этом театре сделаем вечер, где будет культурная программа, приедет наш ансамбль Словакии фольклорный, ваша крепица отличный, отличный. Я был на этом концерте и на этом концерте я решил, надо их пригласить на наше совместное торжество 25-летие. Это непрофессиональный, но на таком высоком уровне, так качественном исполняющем песни, танцы и пляски вашей родины, что мы это сделали и в понедельник будет с начала вечера и потом государственный прием по случаю 25-летия отношений. Поэтому у нас все есть. Нас может победить только лень и какая-то халатность или откуда-то я не знаю каким способом борьбется между нас такие вредные какие-то проявления, но надо это отсечь, отрезать, поставить забор таким планным вещам и мы славянские государства. Не надо бояться этого, знаете, то нас запугали, то англосасы, то пранки, как-то межицивилизация. Славяне это цивилизация. И тысячу лет или уже перед этим старые славяне, старые словаки, они и старые белорусы, они жили тут миграция за одну в другую. Старо-руснацкие, так сказать, корни языка и ценности и пищи и средств для производства в сельском хозяйстве и ремесле общие. Вы посмотрите это как бы от одной матери все. Так чего этого бояться? Это интересно с точки зрения культурного, музеального, но это и фортель, это и общая душа, то есть вывлекалась в нашу жизнь, наш профессионализм и современное восприятие именно на этом. Мы не упали там из неба и мы не стали культурными только тогда, когда вошли в Реверс Союз. Мы входили в эту структуру, это международное общежитие как культурное образовое нациальное. Сейчас мы праздновали 100 лет Чехословакии. Это тогда Словакии и Чехии приобрели государственную самостоятельность. Это как бы самореализация осуществилась. Мы на всю жизнь будем помнить, что это был отличный проект, опыт совместной жизни. Целый урок, да. И благодаря тому мы разделились так, что это вошло, я уверен, в сокровище мирного такого ламского разделения. если уже пришло до того, то не с дубинками, с топорами по себе, а надо расход сделать так, это было отлично и хорошо. Поэтому я уверен, что Словакия всегда, если касается санкций и поддержки и искусственной дискриминации в Беларуси, мы всегда на стороне того, чтобы Беларусь с точки безопасности, экономики, культуры воспринимать как государство, которое нам помогает культурно безопасно жить. Это наш принципиальный, стратегический, политический, беспечностный интерес. Так почему ставить против себя такое государство, которое так настроено, я всегда смотрю вашего президента, когда он подчеркивает спокойную, мирную жизнь, потому что начать войну можно в любое время, и для этого несчастье. Мы прекрасно понимаем, кто нас освободил, мы прекрасно знаем имя партизан, белорусов, которые участвовали в самом крупном выступлении в истории в Слованском национальном восстании. Ваши командири, ваше оружие, ваш опыт и ваши рады, как это делать, и тогда мы очистили от того, что мы были фашистским государством по силе и нажиме фашистской Германии. Господин посол, за это мы уважаем вашу страну, за вашу позицию, и позвольте поздравить с 25-летием независимости, дипломатических отношений, и благодарим вас за интервью. взаимно поздравим себя, потому что 25 лет это одна генерация, это значит, что ценность и качество уже создалось, а сейчас только его развивать в полном размере. Спасибо Петрум.